Заседание началось с хороших новостей. Губернатор Алексей Русских рассказал, что доходная часть областного бюджета увеличилась на 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Общий объем расходов составит более 100 миллиардов рублей. Поправки в закон о бюджете предстоит принять депутатам Законодательного собрания Ульяновской области. Традиционно большая часть средств пойдет на социальную сферу. Так, Министерству здравоохранения Ульяновской области на реализацию мероприятий выделено из бюджета дополнительно 281 миллион рублей. Из них 171 миллион рублей будет направлено на приобретение в госсобственность помещениями к районе «Новая жизнь» для размещения нового поликлинического подразделения и закупки оборудования. В налоговой системе России запланирован ряд изменений. Фактически они коснутся 3-4% предприятий, зарегистрированных в нашей стране. Увеличится порог упрощенной системы налогообложения – более 450 миллионов. Потому что изменения коснутся крупных перерабатывающих производств, малого и среднего предпринимательства, эти изменения не коснутся. Наоборот, предусматриваются небольшие послабления для предприятий, которые занимаются производством и переработкой. Будут снижены страховые взносы для работы до 7,5%. В Ульяновской области ведутся работы под газификацией домов, расположенных в садовых некоммерческих товариществах. Для этого были внесены изменения в правила подключения объектов капитального строительства в СНТ на территории уже газифицированных сел. Эти садовые некоммерческие товарищества подпадают под льготную категорию, так можно назвать. И подключение к сетям газораспределения будет осуществляться без взимания дополнительной платы. На территории области Министерством агропромышленного комплекса и развития сельского хозяйства совместно с администрацией муниципальных образований была проведена работа по инвентаризации. У нас на территории области находится 223 садовых некоммерческих товариществ, из них 150 в границах населенных пунктов, которые газифицированы. На территории Ульяновской области успешно реализуется национальный проект здравоохранения. На тематической неделе, посвященной нацпроекту, запланировано множество мероприятий. Все медицинские организации задействованы в этой неделе. Есть определенные достижения и показатели, которыми мы, так скажем, довольны и будем продвигать их в дальнейшем. Но есть, конечно, и недоработки. Вот эта неделя как раз и призвана популяризировать все те мероприятия, которые проводятся в рамках национального проекта и отдельно по федеральным проектам. Но основная наша задача, конечно, привлечь население к профилактическим осмотрам, диспансеризации. Наверное, это основная цель. На совещании также обсудили проблемы с питьевой водой в Чердоклинском районе и их решение. Губернатор сообщил, что лично побывает в Чердоклинском районе 11 июня и на месте выяснит, где и почему нет воды. Валентина Никонова, Анатолий Рассохин, Олправда ТВ.